Невероятные факты об абрикосе, которые вас удивят. Я очень редко использую, это как правило для критики, используя материалы, которые мы можем назвать, знаете, как, ну, эти самые, расходные, там, вот. В общем, с интернета, где всё подряд, много хорошего, но ещё больше плохого. Читаем, происходение абрикосов. Можете считать, что это Тяньшань, можете. Тем более, этого никто не знает, это сами жители Тяньшани. Дальше есть это самое Армения, национальный символ. Есть ещё Рим и так далее. Ну, тот, кто писал эту статью, я не собираюсь критиковать. Просто мне помогает понять, что такое абрикос. Я-то понимаю, но я хочу, что все понимали. Ну, фотографии из интернета, кто-то всё это передрал. Спелый абрикос восхитительно пахнут. Вот, это ж, ладно. И вот я всё, а я бы пропустил бы это, одно из тысяч публикаций, как правило, дурных. Ну, вот это, когда я прочитал. Абрикосы растут и в Сибири. Они маленькие по размеру и кислые. Способны переносить морозы до 45 градусов. Вот здесь бы я, друзья, написал бы, но способны переносить. Это бы как бы оправдывало, что маленькие, кислые, но. При сушке не теряет полезное качество. Замечательно. Но дело-то в том, что я единственный, кто смог понять, осознать, раскрыть, рассказать многократно, включая фамилии его выдающихся сановодов. Всё это есть на сотнях моих статьях, тысячах уже любит этих самых. Но самое главное, что вот тот, кто это. А ведь это же не просто, это свежее. Свежее, понимаете? Это всё сейчас. И вот именно сейчас пишут, что абрикосы – это маленькие кислые. Друзья мои, уже нужно кто-то настоящий летописец. У меня для этого нет ни денег, ни это. Я бы ещё вернулся в это. Я бы нашёл в ванне два центра. Лучшие абрикосы по качеству плодов и по количеству в дачных садах всей России, подозреваю Казахстан, оттуда идут эти. Украина. Я-то получаю заказы из Сочи, Анапы, Одессы. Самое интересное, когда с моей родиной. Это ужас какой-то. Ведь всё получилось наоборот. Два центра, которые стали центрами всей страны. А так, сколько я не произносил это, меня даже приглашали-то на, как сказать, я же хотел с этим закончить. Мне надо показать 50 фотографий, не выданных, да, в стране. А я-то начал с критики. Типа, если вот это мы делать не будем, тогда абрикосы будут у всех. Но тут уже нервы учёных не выдержали. Там кнопка под этим, под столом. Так вот, получилось так, что этого и сейчас никто практически не знает. Так. Вот. Поэтому я был вынужден вот это вам показать. Вот. А это да, ну что могло ещё быть? Давайте хотя бы пользу из них возьмём. плоды, так, целители применяли мякоть абрикоса и кору дерева для лечения заболеваний лёгких и печени, а также для заживления ран. Мой принцип такой. Вот раз они применяли плоды, тут должно быть одно. Ешь, 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 круглый год. Вот у меня к осени морозилка забита этими абрикосами. Ну, взял, оттаял пять штук, они вот такие, съел. Ведь это можно круглый год. А кто сказал, что тогда, может, никогда не будет этого? То, чего здесь не упоминается. Например, онкологическое заболевание. Мы говорим про плоды, то есть про, уже про, это, зёрнышки, про абрикосовые, ну, как, ну, не мякоть, а вот это, что, вот это и костика. Вот память. Ну, вы меня поняли. Вот это якобы используют для онкологии. Но я уверен, что и всё это делается из одного и того же материала. И то, что внутри косточки, и то, что снаружи, мякоть плода. Можно есть годами и не бояться уже, или, по крайней мере, удивляться, почему тут кругом у этого опухоли, у этого опухоли у меня нет. Разве это не заманчиво? Для этого их надо спором вырастить. Растить-то их проще паренной репы, если бы прекратить в эту дурь обрежем летом, осенью, зимой, а ещё ранней осенью, а ещё поздней осенью, а ещё ранней зимой, я не могу. Итак, царь Иоанн Васильевич страдал сильными головными болями и в качестве болеутоляющего средства углублял абрикосы. Я ничего не утверждаю. Я вылечил голову, я должен быть на том свете. Я в конце, если у меня время будет, то если так буду, ля-ля-ля, то, может быть, и не останется времени. Я вам рассказал бы, как я, что я отречен, я должен быть на том свете. Причём с гарантией. Гарантией, потому что спасать людей была моя профессия. А так не бывает, что ничем не рискуешь. И я должен быть на том свете, а я на этом. Для этого у меня есть свои средства личные. Останется, расскажу. А здесь я почему вспомнил сильную головную боль? А почему бы не есть эти... Ну, я не имею в виду абрикосов с магазином, понимаете? Я бываю там столько... Столько отравы. У меня был один первый и последний десятый пример. Начитался дури. Толстее и толстее. У меня 50 лет. Вот. Живот растёт. И вдруг... А этой дури хватало. Используйте яблонию диету. Ладно, использую. Я купил китайских яблок вот таких вот. Я таких огромных сих пор не видел. Ещё крупнее моих вот такие вот были. Вот после первого же яблока у меня два дня резало желудок. Она же была только яблоки есть, а больше ничего. Это есть диета яблок. Я ел. Оно большое. Я его за полдня съел кое-как. И всё. Два дня резало желудок. И на этом мои попытки подобные кончились. Другое дело, если у вас чистое, без этих, без яда абрикосы, как у меня, например, и вы достаёте их летом с дерева, то есть поднимаете с земли, а зимой замороженные растаяли, ешьте, плюс соки, компот и варенье, может быть, и не будет головной болей. Ну, по крайней мере, заманчиво. Тем более, когда такие рисунки. Это опять интернет. Арабские целители предлагали женщинам, страдающим бесплодием, для их извлечения носить пояс из косточек абрикоса, покрытых символической резьбой. Насчёт резьбы не знаю, но я бы всё-таки попробовал пояс шить недолго, набить косточками недолго, но только не отравленными, потому что я всегда делю или здоровое дерево, или больное. Мне почему-то кажется, хотя я не могу установить, вот Елена Александровна Сергеевич, я вчера передал посылку с этими же с абрикосами, ведро абрикосов там были и на еду. Естественно, что там она-то точно знает, кому если не знать, она второй и последний мой сотрудник, извините за громкое слово, сотрудник, вот. Там ни капли яда нет, за все эти 3-4 года занесла, может 5, она не встретила ни одной этой ампулы яда в моём саду, и дерево практически здоровое. А вот искорительное дерево, вот это Елена Александровна, когда-то, я знаю, что это нереально, вот вы взяли, вы сделаете, там допустим гистохимию, да, сделали, а что дальше? Получите какие-то цифры, а эти цифры будут чисто отделять какой-то сорт, как я понял вас, один от другого, да, какие-то характеристики появятся, нам недоступны, миллилитры, миллиграммы, чёрт тебя знает, это уже не моё, я о другом. Плоды здорового дерева из искалеченного будут одинаково целительные, вот видите, пояс скосочек там, с головной боли, или искалеченного дерева, может быть, их вообще есть, нельзя. Вот о чём речь идёт, друзья. Вот это, кто эту границу установит? Я только из-за этого, чтобы этот вопрос задать, вот, я взял и показал вот эту вот чужую статью, причём с критикой, если человек где-то нахватался всё это, написать маленькие, мелкие абрикосы в Сибири. То есть полный нуль, так вот сказать, полный дух. Подводя итог, это он пишет, можно сделать вывод. Абрикос, да, привлекал людей своими необычными качествами. Сейчас он использует в самых разных сферах. Вот ему показывал, вот, что я пишу. Шиш, тут автора я не вижу фамилии. Полстраны в нищете. Представляете, даже те отравленные абрикосы, которые есть в каждом десятках сайоногольских магазинов, миллионным магазинам страны, даже их купить не на что. Дети видят на картинках. Это полстраны, я ничего не выдумал. Просто про эти полстраны не забывают. Вот. А мы что можем? Поменять ситуацию в стране, поменять людей на этих самых, в академиях и в этих. Мы не можем. Мы можем только вопреки им, помните злые оскорбления. Повторять не буду уже, обещал, не буду повторять. Только научить самих людей, только научить самих. отец. Продолжение следует...